Добрый вечер. Добрый вечер. Я обратил внимание сразу, что вы, как человек, который грамотно выстаивает свой пиар, пришли не с пустыми руками, принесли новую книгу, я так понимаю. Да, Жень, ты же знаешь, что я к пиару спокойно отношусь. Знаю, знаю. Это все мои дела. 22 дела, изменившие Россию. Да. Разве коробка из подсервиса была первым таким знаковым делом? Да, одной из первых. Да? Да, одной из первых. Мне кажется, что у вас разве с делом Рохлиной было не до Лисовского? Рохлина была после Лисовского. После Лисовского. Да, она была в конце 90-х. А Лисовский был с 96-го, 96-го, 97-го. Ну и, соответственно, выборы президента Ельцина, помнишь, была такая рекламная кампания «Голосуй или проиграй». Да, да, да. И вот тогда, когда задержали Сергея Федоровича Лисовского с коробкой из подсервиса, набитой деньгами, да. Да, вот тогда я тоже был его адвокатом, я его искал везде и нашел его. Все искали коробку. И до утра я его нашел в Белом доме и встречал его, когда его уже оттуда отпустили. За эти 20 лет очень сильно изменилось. 20 лет прошло. Да, ну, 97-го, 96-97-го, 20-20 лет. Очень изменилось отношение, конечно, и к 90-м, и к ключевым фигурам 90-х. Что вы думаете по поводу дискуссии вокруг Ельцин-центра? Тем более, что один из ваших доверителей, Никита Сергеевич Михайлов, он очень активный участник этой полемики. Что вы думаете про Ельцин-центр? Вы знаете, я думаю, что ситуация, которая сегодня складывается, не только вокруг Ельцин-центра, но и по поводу каких-то новых явлений, новых каких-то интересных программ и так далее, и так далее, всегда происходит какая-то дискуссия. Это нормально, когда мы говорим о демократическом государстве, когда мы говорим о свободном обществе, и эти дискуссии, они должны присутствовать. У людей могут быть разные точки зрения. Что касается дискуссии, которая происходит вокруг Ельцин-центра, Никита Сергеевич Михайлов, он достаточно авторитетный человек. То, что он сказал, я знаю. Не только в области кино, но и как личность. Не отношение к учерену интересует Ельцин-центр. Я могу рассуждать только исходя из той информации, которую я получаю из средств массовой информации. Я вообще считаю, что должны расти все цветы. Это не мое высказывание, это высказывание китайского мудреца. Поэтому общество только тогда развивается, когда есть абсолютно разные мнения, рассуждения, дискуссии и так далее. У Никиты Сергеевича есть свое мнение в части того, что нельзя педалировать только на ту историю, которая была в тот период, когда был Борис Николаевич у власти. Но надо помнить о том, что есть история России, которая идет из времен Ивана Грозного, к примеру. И вот эти вопросы, которые обсуждаются вокруг Ельцин-центра, они, безусловно, заслужат определенного внимания. Я тоже считаю, что мы не можем сегодня активно педалировать только исключительно на какой-то отрезок истории. Мы должны учитывать всю российскую историю. Хорошо, я понял. Очень уклончиво, как, собственно, и положено адвокату. Мне показалось, что я достаточно утвердитель. Вот когда проходили все майские мероприятия, связанные с Днем Победы, полемика строилась вокруг противостояния двух личностей, Гитлера и Сталина. Хотя мне кажется, что ведь это же была бы война с фашизмом, а не война Сталина с Гитлером. Как вы считаете? Потому что один очень известный журналист, мой коллега, к сожалению, вынужден сказать, даже выступил с таким манифестом, что лучше бы в 45-м выиграл Гитлер, а даже лучше бы не в 45-м, а в 41-м. Было бы меньше жертв. Как вы к такому тезису относитесь? Если бы Гитлер выиграл в 41-м году у Сталина, не было бы десятков миллионов жертв. Слишком смелое утверждение. Ну, слишком смелое. Мягко говоря. Но, наверное, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Но если у человека есть точка зрения, он должен как-то эту точку зрения обосновывать фактами. Что касается утверждения, что это была борьба с фашизмом. Да, конечно, я соглашусь, это правда. Я действительно читал тоже про это. Я тогда не жил в то время. Ну, я понимаю, мы с вами не были свидетелями. С одной стороны, личность мы не должны снимать с повестки дня. Мы должны понимать, что когда мы говорим Гитлер, Сталин, то, естественно, в квадрате мы понимаем, что это два человека, которые совершали какие-то действия, как они относились друг к другу. Даже возьмите нынешнюю политику, которая сегодня существует. Отношения между лидерами государства, принятие решений, как эти решения принимаются. Эти решения принимаются в зависимости от того, кто к кому относится. Так это было, как я полагаю, и в то время. То есть нравится или не нравится? Нравится или не нравится. Этот принцип мы точно не можем снять с повестки дня. И, безусловно, каждому лидеру свойственно обидчивость, упрямость, злоба. Я могу дальше перечислять. Я понял вас, да. И с учетом этого пакета, вот от этого и зависело те решения, которые принимались в данном случае Гитлером, и те решения, которые принимались Сталином. Понятно, что есть свита, понятно, что есть окружение. Но в любом случае роль личности мы должны учитывать как человека со всеми плюсами и минусами. Хорошо. А вот вы как-то говорили, что нет такой исторической фигуры, нет такого человека, которого вы отказались бы защищать как адвокат. Потому что адвокат должен защищать любого обвиняемого, в вашем случае, доверителя. Любого человека, да. В моем случае, да, только не надо произвести слово клиент. Я знаю, вы своих студентов двойки ставите, когда они упоминают слово клиент в отношении доверителей. Вот вашим доверителям, если бы на Нюнбергском процессе, если бы вы были действующим адвокатом в 40-е годы. В то время. В 40-е годы, да. Гитлер, на чем вы строили бы защиту Гитлера на Нюнбергском процессе? Если бы. Да. Да-ка, бы, хочется сказать, да. Ответа не будет. А мы сейчас о серьезном должны поговорить, да, все-таки? Ответа не будет. Вы знаете, для адвоката неважно, в чем подозревается человек, гражданин в части совершения преступления. Для меня вообще не имеет никакого значения. Прежде всего, для меня важно, первое, это смогу ли я помочь человеку, смогу ли я ему оказать квалифицированную юридическую помощь. Потому что для того, чтобы говорить о том, что человек виновен, это уже потом происходит. После того, как поучаствовал следователь, прокурор, адвокат, суд состоялся, и, соответственно, суд должен вынести приговор. Либо оправдательный, либо обвинительный. И говорить о том, что на меня должен влиять вот этот груз информационный, который я ежедневно получаю из средств массовой информации, что он негодяй, что он там убийца, что он там развратник и так далее, и так далее. Это на меня влиять не может, потому что я оказываю квалифицированную юридическую помощь. А какое решение примет суд, это уже другой вопрос. Это в том числе и зависит от того, насколько я квалифицированно работал по этому уголовному делу, насколько квалифицирован был прокурор, и насколько был адекватный судья, который выносит соответствующие решения. Хорошо, допустим. Вот мы начали разговор с коробки из-под сердца, с первого знакового дела в вашей биографии адвокатской. За эти 20 лет сильно система изменилась? Я имею в виду работу прокурорских, работу судов, адвокатуры нашей. Или, в общем, мы можем говорить, что есть какие-то традиции, которые поддерживаются? Я могу сказать, что, конечно, изменения, безусловно, есть. Изменения достаточно серьезные и в правоохранительной системе, и в судебной системе, и что касается адвокатуры, безусловно, есть. Потому что мы, по крайней мере, я за эти 20 лет, я очень хорошо помню, как я начинал свою деятельность в 90-х годах, что творилось, что было в 2000-е годы, и сегодня на дворе в 2017-е годы. Безусловно, улучшения есть. Совершенно очевидно я могу объяснить, почему невозможно сразу все сделать. Мы все-таки достаточно много лет жили в Советском Союзе, где были свои традиции, где были свои принципы и так далее. Когда развалился Советский Союз, начала путь становления современной Россией. И что бы нам ни говорили наши друзья за рубежом, как бы они ни сетовали на то, что у вас совсем там плохо с правами человека, с правоохранительной системой и так далее. У нас действительно проблем достаточно много. Но мы не можем пройти моментально 100-летний путь, который проходила Европа или даже Америка. Мы не можем это сделать за 10-15 лет. То есть правами человека у нас значительно хуже ситуации, чем в Европе и Северной Америке. Я не стал бы сейчас говорить, где хуже, где лучше, потому что я неплохо знаю правовую систему и работу правоприменителей и в Америке, и в Европе. И могу сказать, пример приведу. Если, допустим, говорить о европейских странах, например, там судья может принять решение. Через год я вас жду в этом же зале. А человек под следствием заключения? Человек может находиться под стражей. В этих случаях, как правило, там тоже сидят. И полгода там практически ничего не происходит. Даже больше, как мне рассказывали мои коллеги адвокаты. Что касается гражданских дел, то это может быть и год, и полтора. И ничего гражданин сделать не может. Я считаю, что это абсолютно недопустимо. У нас, что касается судей, если судья нарушает срок рассмотрения дела, его наказывают за это. Или могут наказать. Как его наказывают? Вплоть до дисциплинарного взыскания. Вплоть до увольнения, если действительно существует такая система. Это не означает, что у нас все идеально. Другой вопрос, что касается прихода в судебную систему, в правоохранительную систему, опытных, профессиональных, квалифицированных юристов. Вот это сегодня действительно актуально. И есть и другая система. Я ведь много лет с 2001 года являюсь заведующим кафедрой адвокатуры Натальяна Московской, теперь Московской государственной юридической университеты. Университета имени Олега Валерьевича Кутафина, моего учителя, потому что я учился у него. И соответственно, та школа жизни, которую он дал мне, и школа именно как посвящение меня в юриспруденцию, это в основном его заслуга. Потом, конечно, коллег из адвокатуры, это и Резника, и других адвокатов, где я уже постигал ремесло именно адвокатуры. Поэтому есть еще другая проблема. Общаясь со своими студентами, бывшими студентами, они говорят, да, все прекрасно, очень хороший университет, хорошая школа, профессиональный преподавательский состав. Но когда человек устраивается на работу и попадает в систему, вот система уже имеет свои традиции. И вот то, что есть в системе, и то, что есть нерадивые руководители, вот этим нужно сегодня заниматься. Вот это надо выкорчевывать, вот это вот зло, так называемые показатели, статистика и так далее. А на Западе этого нет? Вот эта система показателей? Она, конечно же, есть. Может быть, она немножко в другом виде, но она, конечно же, есть. И сегодня наша задача для того, чтобы нам улучшить работу правоохранительной системы, улучшить работу правоприменителей, сегодня, конечно, мы должны и дальше двигаться, и сегодня мы двигаемся в этом направлении, искоренять палочную систему, искоренять показатели. Потому что не может быть для следователя показателей. Про палочную систему вы уточните, что это за термин. Это когда вот, что такое палочная система, когда вот палки эти ставятся, да? Ну, это отчеты. Отчеты, да. Это отчеты. Ведь каждый руководитель думает о чем? Как же так? Вот сейчас три месяца пройдет, но мне же надо отчитываться. А что же мы сделали? А сколько мы раскрыли преступлений? Понятно, что стимул для работы должен быть. Но, простите, стимул должен быть не заталкивать человека в жернова скрипучей машины правосудия, а стимул должен быть другой. И показатели нужно измерять по-другому. А насколько качественно следователь расследовал это дело, это не значит, что если возбудили уголовное дело, то во что бы то ни стало, человек должен оказаться именно в суде. Это неправильный посыл. Это абсолютно нечестно и несправедливо. И следователя не надо наказывать за то, что он не довел дело до суда. Вы его накажите за то, что он оказался непрофессионалом. У следователя задача очень простая. Он должен собрать доказательства по делу и определиться, есть состав преступления в действиях конкретного гражданина, либо этот состав отсутствует. И он не должен бояться, что если состав отсутствует, он не должен бояться прекратить это дело. Это самое главное сегодня. Все остальное у нас есть. У нас есть порядочность, у нас есть честность. И очень много честных, порядочных судей, прокуроров. Я лично знаю, потому что много лет занимаюсь этим. Но вот сама система, вот этот домоклоум меч, он в любом случае давит. Если руководители, которые возглавляют соответствующие направления, будут думать об этом и не будут наказывать людей, которые человека, следователя конкретно, что не смог доказать, не смог, извините, отпустите человека. Чтобы вы не собрали доказательства, задача следователя провести следственное действие и убедиться, есть состав преступления, либо нет состава преступления. А если он прекращает дело, то получается, что по нынешней системе идет минус в работе. Минус в работе следователя, минус в работе подразделения, минус в работе соответствующих структур. Вы упомянули честность. Но давайте согласимся, что честный и компетентный, это совершенно разные вещи. Вот здесь вот сейчас очень в благосфере обсуждается самый, наверное, известный из майских приговоров, ну, в благосфере же, опять же, срок условный получил видеоблогер, который ловил покемонов в храме. Как вы вообще относитесь к тому, что человека могут привлечь за оскорбление чувств верующих? Я по этому поводу уже высказывался. Я хочу, чтобы вы высказались в рамках Парни. Были соответствующие публикации. Я вообще не являюсь сторонником того, чтобы все, что нас где-то отчасти раздражает, чтобы это все входило в подзаконные нормативные акты, принимались соответствующие законы. Я против этого. Потому что человек, неважно, верующий или относящий себя к определенной религии, это не имеет значения. Мы живем в обществе. Если мы живем в обществе, то мы должны уважать, прежде всего, человека любой веры. Но если кто-то считает, что он может дать оплеуху человеку другой веры, этого человека, конечно, можно привлечь к ответственности. По какой норме? Это может быть и административная ответственность, это может быть и общественная порка, это могут быть дискуссии и так далее. Что, собственно, происходит сегодня в нашем обществе. Но нормы, которые касаются моего отношения к религии, моей веры, ну все не можем мы сегодня внести в закон. Это неправильно. Это неправильно. Потому что у нас, да, так иногда складывается, что явления какие-то новые происходят в обществе. И мы уже слышим голоса, а давайте внесем поправки в действующие российское законодательство, а давайте примем закон, а давайте ужесточим эту норму. Неправильно. Неправильно. У нас есть законы. У нас эти законы, которые существуют сегодня, их надо правильно применять. Их не надо сегодня говорить о том, что, вот помните тему самоубийства в интернете, через всякие там, да, программы, группы смерти и так далее. И так далее, и так далее. Ну, послушайте, ну у нас есть сегодня уголовная ответственность для ведения до самоубийства. Норма существует. Норма существует. Разговариваю с правоприменителем, они говорят, ну этого недостаточно, надо вносить еще поправки и указывать, что в том числе провокации всякие, там, через сеть интернета и так далее, и так далее. Ну, слушайте, ну давайте мы будем исходить из того, что если вы докажете, что человека привели до самоубийства, неважно, в интернете это было, или бы это был сосед, который через забор там что-то такое сказал, что человек взялся, застрелился или повесился. Ну, мы тоже не можем доходить до иступления. Понимаю, что могут быть разные мнения, дискуссии и так далее, но мы при этом не должны терять здравость и разумность. Потому что если мы все нормы, которые присущи, там, русской православной церкви, там, другим конфессиям каким-то, мы все это будем все время пытаться затолкнуть, запихать в закон. Слушайте, к чему мы придем тогда? Хорошо, к чему мы придем, мы во второй части попытаемся выяснить. А у нас будет еще, да? Во второй части мы поговорим меньше про общие вопросы, больше про автора этой книги, про Анатолику Чарена. Спасибо. Вы знаете, вы, естественно, как человек очень профессиональный и грамотный, уходите всегда от личного. Прямого столкновения вы имеете. Да, вы человек компромисса. Мне хотелось все-таки узнать, допустим, у ваших взаимоотношений, личных, непрофессиональных, с другими видными коллегами, адвокатами. Те, которые на слуху, может быть, в профессии есть люди авторитетные, про которых мы не знаем, но на слуху это Астахов, это Резник, конечно, это Падва, Добровинский. Вы знакомы с этими людьми лично? Вы в каких находятся отношениях? Вы конкуренты или вы единомышленники? Нет, абсолютно в дружеских отношениях. И я горжусь, что я являюсь их современниками. И какие бы вопросы ни возникали, мы всегда можем встретиться, можем смотреть друг в друга в глаза. И никогда не было, чтобы я с кем-либо встречаюсь, с Генрием Аршерезником, с Сашей Добровинским, с Астаховым, с Борщевским. Никогда не было, чтобы мне было стыдно за какие-то свои поступки либо действия. Для меня в моей профессиональной деятельности, да, пожалуй, и в личной, хотя в личной не всегда получается, это, конечно, прежде всего боязнь совершить ошибку, которая повлекла бы за собой трагедию для моего доверителя, проблемы для моего доверителя. Это принципиально важный вопрос, с которым я живу всегда. Я очень хорошо помню, когда мне мама говорила, когда я покойная, когда я был еще маленьким, она мне всегда говорила, Толя, прежде чем сесть, посмотри, куда ты садишься. Прежде чем сказать, подумай, что ты скажешь. Прежде чем пойти, посмотри, куда ты идешь. И вот эта вот триада, она присутствует всегда. И если я не буду об этом помнить, либо об этом забуду, может быть, меня будут шарахать в какие-то другие стороны. Но я надеюсь, что это всегда останется со мной. И это важно, потому что адвокат, который берет, принимает поручения на ведение, допустим, там, я не знаю, гражданского дела, или поручения на ведение уголовного дела, он должен понимать, что от него очень многое зависит. Очень многое зависит. Именно квалификация его. Адвокат не может сказать, я знаю все дела. Я могу вести все категории дел. Это неправильно. Вы, мам, вспомнили, мудрая женщина, при том, что образования ведь не было вообще никакого. Вообще не было, даже школьного. Не читать, не писать. Вот в профессии юриста важнее какая-то природная харизма и умение чувствовать людей, или образование? Обязательно знание законов, знание всей буквы. Потому что Добровинский, допустим, он любит повторять, что есть адвокаты, которые знают закон, а есть адвокаты, которые знают судей. И он себя причисляет к последней категории. Который знает судей? Ну, который знаком с судьей, человек, который может пойти и решить вопрос. Ну, наверное, пошутил, Саша. Возможно, да. Ну, что важнее, какие-то природные качества или багаж, который дает специальное образование? В общем, допустим. Вот в вашем случае. В моем случае, наверное, ситуация, которая была в моей жизни, когда я был маленький. Естественно, когда я пришел в первый класс, соответственно, с чего начинаем? С букваря. Я очень не хотел учить букварь. Я не хотел, ну, как мне сказали, потому что, когда я что-то сказал учителю, и учитель ударил меня букварем по голове, и этот букварь сломался пополам. Значит, соответственно, либо какая-то буква не шла. Может, я картавил, не знаю, потому что я до конца так и не разобрался. Я после этого обиделся и не ходил в школу. То есть ранее мне собирала мама утром, я, как положено, выходил из дома и, соответственно, шагал в направлении школы. А на самом деле уходил в поле и обиженный проводил время, рассуждая, не помню, конечно, о чем я рассуждаю, потому что у меня было тогда всего 8. Вот когда все закладывалось, да. Вот, видимо, тогда вот это и сыграло какую-то роль. И когда маме кто-то настучал, что я не хожу в школу, она, соответственно, меня выследила в кукурузном поле. И я помню эти ряды, когда я по одному ряду бегу, а мама по другому. Ну, в итоге она меня поймала и, соответственно, привела меня в школу. Мама была очень строгая. Что касается профессионал там или знания людей, могу так сказать, что, конечно, когда говорить о моей профессии, о профессии адвоката, то, безусловно, мы должны не только понимать человека, да, и обладать, может быть, каким-то вопросом психологии, но и в том числе понять или изловчиться так, чтобы человек, который обращается за помощью, который оказался в трудной жизненной ситуации, сделать так, чтобы он мог поверить тебе, как адвокату, в том, что то, что я ему говорю, или те рецепты, которые я ему говорю, что эти рецепты действительно такие, которые ему помогут. Не с точки зрения изощренности какой-то. Нет. Я могу такие примеры привести. Ты должен дать показания, иначе, если ты сейчас ничего не скажешь, то я тебе меру пресечения не изменю. Это тоже отлукавывало. И люди же тоже теряются. Они могут сказать все, что угодно. А проходит время, они обращаются ко мне и говорят, слушайте, мне заставили дать эти показания. Я говорю, слушайте, а что я могу сделать с вашими показаниями, когда вы подписали их, собственно, ручьми? Куда мы их денем? И даже дело попадет в суд. Что судья скажет? Слушайте, а кто вас заставлял? Да, меня заставили. Где? Синяки, вы куда-то обращались, кто-то избивал. Понимаете, тут очень много вопросов, в том числе психологических, не только профессиональных, но и психологических. Если человек верит адвокату и делает то, что адвокат ему говорит, в моем случае те дела, которые я вел, 99,9% всегда дела были успешные. Как только человек начинает там, да, а нет, я, наверное, скажу, ой, нет, а там у меня жена, ребенок, а у меня жена беременна, а я боюсь. Тем более еще в те времена-то приходили оперативники, как говорят, а у тебя там жена беременна, имей в виду, что если ты сейчас не напишешь, да, не дашь чистосердечное признание, то там проблемы будут. Понимаете, да, какое давление? А в 90-х годах это, извините, сплошь и рядом было. Вы сказали, что мама была строгой, а вы отец какой? Вы строгий родитель? Да нет, какой я строгий? Я, скорее всего, мягкий. Вот буквально там, я не знаю, вчера вот 9-летний сын Никита, вот манипулятор, то есть... Да нет, ну что, куда мне до него? Он настолько какие-то совершает действия, что ты иногда веришь, думаешь, действительно так. Допустим, там обсуждаешь с ним какие-то вопросы и говоришь, да, ну, хватит есть только сладкое, ну, перестань, да? Больная тема, да. А он мне говорит, хорошо, папа, а если я съем мясо, можно мне тогда мороженое и конфеты? Я говорю, подожди, ну что ж ты мне условия ставишь? Ты съешь мясо, а дальше посмотрим. Ну, много-много других вопросов. То есть, дети в таком возрасте, да, наверное, нет, не только в таком возрасте, они, конечно, пытаются прощупать взрослых, в том числе родителей. Я говорю, я им обычно говорю, слушай, ну, мы такие вот, мы вредные взрослые, ну, ты должен понимать, ну, что делать? Ну, вот мы, наверное, лучше жизнь знаем. Нет, какой вы лучше жизнь знаете? Я лучше знаю жизнь. Мы там сейчас в интернете больше, чем вы, там, и начинаете мне рассказывать, почему они больше всего знают. Ну, это такие, сказать, что я строгий, я пытаюсь быть строгим, но вот этот маленький ангелочек, да, вот, который, там, ты его лелеешь, ты все время там пытаешься как-то вот быть рядышком, он не дает возможность быть строгим. Я знаю, я знаю людей, там, родителей, которые очень строги к своим детям, но я не считаю, что это правильно. Да, с точки зрения того, что меня строго воспитывали, это правильно, потому что из меня все-таки, как я считаю, сделали человека, то есть они сделали все возможное, чтобы я мог понимать в жизни проблемы, отношения к людям. Я всегда видел отношения моих родителей между собой, я всегда видел отношения моих родителей к другим людям, и это все, безусловно, в совокупности дало то, что я имею сегодня. Я уверен, что это все идет из детства. А по отношению к моим детям я, конечно, слабак, и я пытаюсь, надо думать, нет, надо здесь спастаться, нет, я должен наказать его здесь, но не могу, проходит какое-то время, не могу. А вы видите, у Никитина Анатольевича будущее в вашей профессии, вы хотите, чтобы он пошел по вашим стопам юристы? Или рано еще сейчас задуматься? Еще рано пока говорить, рано говорить, я могу так сказать, что у меня сын от первого брака, он стал юристом, он стал адвокатом, но могу сказать, что ему очень сложно. Почему? Потому что он тоже членом? Да потому что фамилия, ему очень сложно, я очень хорошо понимаю, иногда я себя просто внутренне ругаю очень сильно, но я пытался его убедить, когда ему было 18 лет, 17 даже, и он мне говорит, вот, я там хочу, я вот читаю твои статьи, мне это все нравится, я говорю, Саша, подумай. Я не мог его тогда убедить, и поэтому груз ответственности и даже такой моральный ответственность, он присутствует во мне всегда, потому что я понимаю, что он не может реализоваться. Самое главное для человека, и для меня было в первую очередь, это самореализоваться, потому что если молодой человек, вот я много общаюсь со студентами, с разными людьми на улице, если человек не находит себя, он, как правило, всегда раздражительный, его что-то всегда раздражает, потому что он не нашел себя. Да, он может прийти на большую зарплату, работать, иногда закрыв глаза, не смотреть на то, что происходит на его рабочем месте, потому что ему эта работа не нравится, профессия, но он это делает ради того, чтобы существовать, там, обеспечить себя и свою семью. Это не то, когда человек счастлив, когда человек самореализовался в профессии, в работе, мне кажется, что вот это вот и есть высший пилотаж. А вот ваши сыновья и вообще ваши родные видели фильм Оливера Стоуна, который, ну, фактически является экранизацией вашей книги? «Премя с фута». Да. Да, фильм называется «Сноуден». Да, дочка видела, старше себя не видела, а маленького мы почему-то, Никиту мы не взяли. Да, рано еще, да? Еще рано. Слишком сложный материал. Да, но там же и категория была все-таки. Ну да. Да, ему 9 лет, но если бы я его привел, мне бы сказали, ну что ж такое, нарушить его. Да, да, поэтому, ну им понравился фильм, даже Насте понравился. Вы получили то, что ждали, в смысле реакции, критики, публики, или вы рассчитывали на что-то другое? Я не говорю лучше или хуже, но на другое. Или прогноз в целом был адекватен результату? Конечно, я скажу, что безусловно я переживал. Конечно, для меня было важно, чтобы этот фильм состоялся. Я, честно вам скажу, не мечтал, не гадал, что по моей книге Оливер Стоун снимет фильм. Это правда. И когда мне иногда говорят студенты, а надо ли ставить перед собой цель? Я, честно говоря, не понимаю. Может быть, так прошло время у меня быстро, что я, может быть, и ставил цель, но я как-то этого не помню в собственном сознании, что я когда-то ставил цель работать в Московской городской коллегии адвокатом, начиная свой день, и что потом ко мне обратиться Лисовский, Михалков, Кобзон, Платон, Лепс, Григорий Лепс и так далее. Я об этом никогда не думал, и таких целей у меня не было, потому что адвокат, он не может посещать какие-то тусовки, и вы смотрели кого-то, и говорить, слушайте, а я адвокат, можно я стану вашим адвокатом? Это абсурд. Хотя мне рассказываешь, что иногда есть такие. Но я этого не понимаю. Адвокат только тогда будет ценен, и тогда у него будет уважение, когда к нему будут приходить. Не он будет ходить искать, а когда люди к нему будут приходить, и люди будут довольны тем, что адвокат сделал. И он будет честно говорить человеку, я здесь могу вам помочь, здесь я не могу помочь. И вспоминаю то же дело Тамары Павловны Рохлиной. Уж как эта ситуация не происходила вокруг нее, как только там пытался кто-то на меня выйти, когда только Тамара Павловна Рохлина сама приехала ко мне. И когда она расплакалась у меня в кабинете, я сразу подумал, я бросаю все дела, Тамара Павловна, я буду вас защищать. Потому что нельзя было по-другому. Очень тяжелая у нее судьба, очень непростая судьба, тяжело больной сын на руках, и так далее, и так далее, убит муж. И я, конечно же, когда взялся за это дело, оно было с точки зрения такой моральной, оно было тяжелейшее дело. Оно было тяжелейшее, тем более на моих глазах, я дело брал, я защищал ее только в суде, на моих глазах Тамару Павловну Рохлину арестовали и дали ей 8 лет лишения свободы. Для адвоката это был крак. И я настолько разозлился, что я добежал до Страсбурга. Я пошел дальше в областной суд, 4 года сразу снизили, 4 из 8, Верховный суд вообще отменил дело, и Страсбургский суд присудил ей 8 тысяч евро за те безобразие нарушений, которые были допущены на стадии предварительного следствия и в суде. Вы знаете, в рамках этого проекта «Важная персона» ваш коллега Астахов рассказывал мне, что у него в биографии был эпизод, когда его генералы, понятно, какой службы приглашали, и пытались, не угрожали, но пытались его уговорить отказаться от определенного дела. У вас, в вашей биографии, были случаи, когда вам угрожали или просили люди, которым сложно отказать, в том, чтобы вы взяли какое-нибудь дело или, наоборот, отказались от какого-нибудь дела? У меня был случай в 1998 году, когда я как раз представил интересы Лисовского. Еще до коробки из-под Серекса было налоговое дело против Лисовского, и я его представил интересы. И мне позвонили по телефону, тогда еще телефон не определялись, мне позвонили на мобильный телефон, еще, помните, такой толстый, может быть, Моторола, по-моему, с такой антенной. Мне позвонили, говорят, уважаемый, мы тебе, мы, не я, мы тебе рекомендуем отказаться от Лисовского и не защищать его. Я, соответственно, достаточно эмоционально бываю, говорю, не понял, кто это, что это. Ну, понимаете, пытался как-то, трубку повесили. И спустя какое-то время было нападение на меня, вечером, поздно, когда я вернулся от Лисовского, потому что я с ним встретился для того, чтобы обсудить, поскольку мы на следующий день должны были идти к следователю на допрос. Мы накануне встретились, здесь часов вечера я от него выехал, поехал к себе на работу, чтобы напечатать соответствующие ходатайства, там и вопросы, которые были. И забываю при этом свои записи в машине на заднем сидении. Спускаюсь вниз и по голове. В подъезде, почему, думаю, почему-то свет выключен в подъезде. Был выключен свет, почему, вот, почему, и именно, вот я же мог с собой забрать эти записи. Но я оставляю машину во дворе, выхожу, записи забываю, начинаю что-то делать, спускаюсь вниз. И в это время нападение на меня в подъезде. Но были другие случаи, когда одно из первых моих дел, я защищал гражданина, который подозревался в совершении 100 килограмм золота в виде юбилейных монет. Юбилейные монеты еще в КПСС. Было такое громкое дело, чеченское визо, и в рамках этого дела привлекали к уголовной ответственности человека, который якобы украл эти 100 килограмм золота. Я прихожу к следователю, это 93-й год, прихожу к следователю, говорю, я такой-то такой-то, он смотрит, слушайте, а я вашу фамилию вообще не знаю. Я говорю, я бы хотел там получить разрешение на свидание с моим доверителем. Он говорит, да ну что вы, если вы так быстро не получите, вот по коридору идите, там сидит оперуполномоченный по фамилии Брежнев, вы с ним поговорите, а потом вернетесь ко мне. Я прихожу к нему, тот радостный такой, да, встречает тоже, слушайте, я никогда вашу фамилию не слышал, ну садитесь, попьемте чай. Только начало моей адвокатской деятельности. Я думаю, ну надо же, какая у меня там в будущем ждет работа, да, везде встречают, чай наливают, там Брежнев разговаривают. И он начинает со мной разговором, он говорит, вы знаете, я скажу следователю, чтобы он дал разрешение на свидание, но при этом вы должны у него спросить, куда он делал 100 килограмм золота, и прийти нам рассказать. Ну представьте, представьте мое состояние, вот я думаю, ну нифига себе вообще, а до этого я же начитался книг всяких там, 30-30-е годы. Думаю, ничего себе, куда я попал, на дворе, 90-е годы, то есть 93-й год. Я так взгляд на него бросаю, он так тоже смотрит на меня, я говорю, я не понял, а это вы что, так принято что ли? Да нет, нет, вы меня неправильно поняли, и пошел какой-то другой разговор. Откатывать. Вот, да, возвращаясь к следователю, говорю, я и практически рыкаю на следователя, я говорю, я вообще не понял, что тут исполняете, я уже, то есть, я ковался в том числе, вот в том числе, вот в таких ситуациях. Или я помню, приехал как-то в Измайла, уже чуть позже, тоже все вежливо задержали там парня какого-то, и меня попросили, чтобы я, ну, приехал в отделение тогда милиции и защищал его. Тоже такой вежливый, приводит меня в какой-то класс, там помню, там чуть не портрет Ленина еще висит, там какие-то такие красные флаги, там, и мне тоже так шепотом говорит. А он был начальником уголовного розыска, он так шепотом, говорит, сейчас я его приведу к вам, ну, пусть он скажет, куда он сумку, которую он там где-то, куда он делал эту сумку. Я тоже на него, ну, буквально мне хотелось просто побить. Ну, такие были, конечно, исполнения. Ну, адвокат в том-то, он должен понимать, что ни в коем случае, как адвокат может сотрудничать, это самоубийство. Потому что человек тебе доверяет, человек тебе платит деньги, но ты при этом, я всегда говорил, ребята, я всегда пойду с вами на компромисс, только в том случае, когда вы будете соблюдать закон. Даже если вы что-то не так, я вам помогу правильно написать это все. Но если вы беспредельничаете, слушайте, о чем вы говорите, как? Ну, такие были позывы, и эти позывы никогда я не забуду, потому что это всегда остается в памяти. Это всегда была проверка на вшивость, да? Вот вроде молодой адвокат, вот он пришел, да, вот новенький, да? А давайте мы сейчас попробуем, а вдруг он будет с нами сотрудничать? Ну, это такое вот негодяйство, оно было присуще всегда. Но за это нужно наказывать таких сотрудников. Ну, а как ты его накажешь? Вот он одного пощупал, не прошло, пощупать другого. Может быть, пройдет, но сейчас, главное, не осталось в системе людей, которые, посмотрев на фамилию Кучерена, скажут, я не знаю эту фамилию. Сейчас эта фамилия стала таким брендом, что знают все. Я прошу обратить внимание, что мы в нашем разговоре не подняли ту тему, которую у вас спрашивают все. Мы ни разу почти не упомянули Сноудена. Надеюсь, мы про Сноудена поговорим в следующий раз. Огромное вам спасибо. Спасибо вам, спасибо.